План перевыполнили и получили дополнительные деньги. Кенель-Черкасский район осваивает средства стимулирующих субсидий. Вместо 25 миллионов получили почти 30 миллионов рублей. Половину направили на содержание учреждений культуры и повышение зарплат сотрудников. Куда потратили остальное, узнала наша съемочная группа. Ольга Кульборисова уже 16 лет руководит цирковой студией «Янтарик». За это время вырастило не одно поколение артистов. Признается, были проблемы с костюмами и оборудованием. Теперь их решили. К тому же появился дополнительный стимул – повышение зарплаты в два раза. Я как человек такой творческий, я сразу же ползарплаты бегом в цирк. Я и так трачу, а здесь уже чуть-чуть побольше копеечек стало. Конечно, приятно. Увеличение зарплаты и покупка техники стало возможной за счет стимулирующих субсидий. Часть денег направили на развитие сельского хозяйства. В местном животноводческом комплексе средства, а это 2 миллиона рублей, на содержание скота и покупку минеральных удобрений. Любые деньги, они всегда заметны. Любая копейка никому еще не мешала. Поэтому мы рады любой помощи. Новая мера поддержки – инициатива губернатора Николая Меркушкина. Район должен показать хорошие результаты по 14 пунктам. Чем лучше справились, тем больше средств в виде субсидий получат от области. У нас были пробелы в том числе по поголовью КРС, по сбору по собственным налоговым поступлениям и по сбору акцизов, где мы не добрали до 100%. По остальным мы эту работу выровняли. Но и в этой части нам удалось сделать достаточно много. Вышли на плановую работу и с профильными службами, организациями, сельскими поселениями. Дало вот этот эффект синергии, который в результате позволил вам не только их выполнить, перевыполнить. План перевыполнили на 18%. Результат – почти 5 миллионов дополнительно. В следующем году в Кенель-Черкасском районе планируют получить уже более 100 миллионов. Больше половины направят на развитие и поддержку сельского хозяйства. Ольга Молчкова, Екатерина Алексеева, Александр Тутко. Новости губернии.